в этом прекрасном месте на востоке стокгольма среди кому для динго я хочу написать видео обращение открытку и речь сейчас пойдет об одном конкретном моменте когда я нескольким людям предложил поработать над идеей одного небольшого стартапа и сформировал естественно текстовый документ описывающий идею описывающий реализацию маркетинг раскрутку и прочие нюансы развития всего проекта никто не выразил свои мысли внутри документа и я думаю это неспроста люди боятся документов когда кого-то в быту на работе просишь сформулировать свою мысль в тексте люди впадают ступор они боятся этого им сразу мерещится какое-то школьное сочинение им кажется что сейчас их заставят напрягут делать какой-то реферат презентацию и какое-то внутреннее чувство неразрешенный конфликт с собой студенческим или с собой школьным не дает этого сделать а зря я хочу сказать что работа с текстом это первое что нужно для реализации любой идеи проекта создание композиции видеофильма продукта бизнеса ивента все требует планирования даже простая наброска по пунктового плана уже облегчает задачу работая с текстом вы излагаете свои мысли вы переживаете материал вы формулируете вопросы а вопросы это пожалуй самое главное при реализации любой идеи хочу привести простую аналогию идея это не слон которого можно родить идея она по своей структуре ближе напоминает программный продукт она выстраивается подобно зданию начиная с фундамента идеи воздвижение его стен создание окон и заканчивая оформлением украшением и внутренним убранством идея это не просто объект идея это целая структура не подумайте что я пытаюсь сейчас говорить на очевидные вещи о планировании списках и прочим но формулировка мысли особенно когда эта мысль незавершенно особенно когда вам нужно посвятить ее другого человека она обязательно требует ее воплощение в тексте скажу больше мысль мнение идея не выраженные в тексты не достойны существования не зря существует множество поговорок например что написано пером не вырубишь топором глубинный смысл этой фразы куда более широк чем может показаться и поэтому критика комментарий которые не выражены в тексте и не оформлены хорошим качественным образом они являются всего лишь пустым звуком недостойным существования еще одной особенностью работы с текстовым форматом является возможность переработки переосмысление переписывания шлифовки сказанного так каждое ваше предложение каждое ваше замечание проходя через прочтение вами же она подвергается цензору общеизвестно что когда мы себе что-то говорим внешний критик наш не действует и пожалуй часто так бывает что наша идея когда мы ее кому-то озвучиваем она оказывается бредом либо уже реализована чтобы такого не было мы должны прежде всего отдалиться от своей идеи своего проекта продукта любого контента затем перечитать это и воспринять это сквозь призму своего критика так будто написанное и изложенное в этом документе было сказано кем-то другим они нами чем бы вы не занимались какого рода вы бы не создавали продукт действие либо что-то осмысленное в каком угодно виде изложите это в тексте сейчас очень удобно работать с электронными документами вспомните что ваш компьютер это прежде всего инструмент для работы с текстом работайте с офисными программами по назначению пользуйтесь редакторами онлайн заметками заметками в телефоне чем угодно возвращайтесь к текстам и идеям спустя время некоторые материалы могут быть завершены только спустя длительный период времени месяцы или возможно даже годы берите пример с известных писателей хорошо проработанная мысль это половина успеха именно на этом этапе вы можете самостоятельно обнаружить подводные камни работа с вашим готовым текстом облегчает взаимодействие с другими людьми вы можете спросить совета у любого человека даже возможно если вы нашли какого-либо специалиста извне круга ваше общение возможно вы нашли в сети человека который может вам дать совет работайте над текстом это поможет вам реализовать ваше намерение